Здравствуйте, вы смотрите программу Якутия Лайф. Меня зовут Ирина Ефимова. И по понедельникам в этой студии мы обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики с гостями, экспертами и лидерами мнений. Нынешняя зима, уже уходящая, будем надеяться, кажется, побила все рекорды по низким температурам и по большому количеству коммунальных аварий. Сообщения об отключениях электричества, неисправной работе котельных поступали практически каждую неделю. Почему так происходило, почему так происходит, мы попробуем сегодня разобраться с гостями нашей студии. Новый 2023 год у нас начался с отключения электричества в микрорайоне Сатал. Затем 18 февраля был обрыв на подстанции Нижний Бестях. 2 февраля опять отключение на линии Майя Нижний Бестях. И вот буквально вчера отключение в Заречных районах. Расскажите, пожалуйста, что происходит с энергетикой. Давайте тогда мы разберем эти все ситуации. Коротко, но для того, чтобы картину прояснить. Первый начнем с Сатала. Сатал, понятно, Сатал это товарищество с одолонничеством, некоммерческое. И имеет на своем балансе или в своем виде нехозяйственном протяженное и достаточно объемное количество оборудования электротехнического, которое они обязаны самостоятельно обслуживать. Соответственно, они несут ответственность перед жителями данного микрорайона за качество и за бесперебойное энергоснабжение. Вот это как раз авария и показала о том, что неимоверное разрастание и подключение к сетям существующим, которые ранее были выданы технические условия, ненадлежащая эксплуатация сетей приводит к таким авариям. То есть просто перегрузка, грубо говоря, да? Она является абонентской. То есть сами собственники Сатал, они несут ответственность и эксплуатируют, и обслуживают. И, соответственно, 1 января, все мы прекрасно знаем, что это утро наступившего года, перегрузка. В результате перегрузки вышла из строя кабельная муфта, которую по идее сам собственник должен был и устранить. Ну, в результате того, что некоторых там заминок для того, чтобы не допускать дальнейшее развитие аварий, Якутская энерго приняла такую ситуацию, что самостоятельно по согласованию с собственником сами устранили эту аварию. Да, я согласен, что где-то была задержка в каком-то там этапе, но если бы собственник Сатал был готов к устранению этой аварии, Я думаю, что в течение часа эта авария была бы ликвидирована. Она не является каким-то таким сверхъестественной аварийной ситуацией. А в чем их неготовность заключалась? Ну, ранее, когда еще десятки лет, когда создавалось это товарищество, были договора о аварийном прикрытии. То есть были организации, которые обслуживали небольшой комплекс пристроя частных жилых домов, И у них были возможности обслуживать. Но в связи с тем, что они разрослись, договора эти утратили свою способность, И поэтому неготовность персонала и его отсутствие. То есть персонал, который готов обсутствовать эту электроустановку, его нет, по сути дела. Да, на сегодняшний день Сатал вышел к нам с предложением о том, чтобы заключить договор о оперативном прикрытии, То есть чтобы Якутская Энерго на праве хозяйственного ведения сами там обслуживали. Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. Ну, пока так. Пока так. Но я бы хотел так, понимая, что Сатал произвел такой фурор, У нас на сегодняшний день на территории города и пригородов существует порядка 12 таких товариществ, Которые также не имеют обслуживающего персонала и также ведут свою хозяйственную деятельность на границе с Якутской Энерго. Поэтому этот вопрос остается не только на Сатале, но и на других товариществах. То есть, в принципе, такая ситуация, она может повториться? Она может повториться, да. Никто не застрахован, поэтому и на опережение можно там, пока не отрабатывается этот вопрос. А должны отрабатывать сами эти товарищества? Ну, да. Либо там нанимать организацию, которая будет достойно обслуживать. Либо с вами договор заключается. Либо там, ну, не только с нами, у нас есть смежные сетевые организации, Есть индивидуальные предприниматели, которые готовы там обслуживать. Независимо, там Якутская Энерго будет, либо другая компания. То есть это вообще в целом такая проблема пригородных, да? Пригородных территорий. Ну, в основном, да. Наверное, я дополню, да, коллегу. Добрый день всем уважаемым коллегам, телезрителям. Ну, проблема Сатала действительно показывает, что есть необходимость привлечения специализированных организаций, да. Как вот Игорь Васильевич пояснил, есть много электросетевых организаций, которые имеют лицензию, да, и сертификат на обслуживание линии электропередач разного класса напряжения, электросетевого хозяйства, в целом электротехнического. И мы вот как раз по итогам аварии, которая произошла в Сатале, провели оперативное совещание, ну, так скажем, разбор полетов, да. Ну, то есть в связи с Саталу было рекомендовано подписать договор аварийного прикрытия, договоры эксплуатации электросетевого хозяйства в случае возникновения там нештатных ситуаций. Вот им как раз Игорь Васильевич и пояснил. Ну, и в том числе, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться как раз к другим, так скажем, садово-огородническим товариществам, ТСЖ, СОНД, ДСК, которые также не имеют, так скажем, обслуживающего, обслуживающей организации, и которые, так скажем, ослуживаются у электросетевого хозяйства самостоятельно, привлекать все-таки специализированную организацию в период прохождения хотя бы пикового прохождения отопительного сезона, чтобы не возникало аналогичных проблем, как и по Саталу. Ну, это рекомендательный характер. Конечно, есть такие сообщества, которые самостоятельно выполняют там какие-то техобслуживания, текущие ремонты и так далее, у которых нет, собственно говоря, таких больших проблем. А вот в частности Сатал, конечно, это большая, так скажем, организация садово-огородническая, которой необходимо сейчас принимать оперативные меры для того, чтобы не повторялись такие аналогичные аварии, как 1 января. А вот с Бестяхом там другая уже история, да? Ну, Бестях тоже это не самая проблемная ситуация на сегодняшний момент. Там все обстоятельства данной аварии, они выяснены. Был проезд не габарита, транспорта, просто эта ситуация засветилась через соцсети, и поэтому показала, что провод упал, оторвал и попал на землю. А на самом деле эта авария была ликвидирована за 15 минут, было сразу переключено на резервную линию, и поэтому перерыв энергоснабжения потребителей, он минимальный был. Хотя аварию устраняли несколько суток. Но для потребителя он только почувствовал время непосредственного переключения. То есть это проехал грузовик, грубо говоря, цепил провод? Да, проехал грузовик в ночное время. Там обычно бывают такие случаи, когда отсутствуют посты ДПС, есть негабаритный груз, который необходимо провести. Вот бывают у нас такие случаи, не только по бестяху, а также где пересечения у нас автомобильных дорог, есть такие проблемы у нас случаются. И вчерашнее отключение? Нет, ну вчерашнее отключение, это у нас все-таки отголоски еще под станции МАЯ, Россети. Пока на сегодняшний день, 1 февраля, когда было большое аварийное отключение, еще на сегодняшний момент... Второго. Второго, да, второго. Ведутся аварийно-восстановительные работы, частично они выполнены. И вот это вот еще отголоски вот этой аварии. Последствия этой аварии. Да, да. Ну понятно. А вообще, насколько часто человеческий фактор влияет? Ну вот грузовик-провод оборвал. Да, ну здесь проясню дополнительно, аварии, технологические нарушения классифицируются с нескольких, так скажем, нескольких моментов, да. Есть и, значит, технологические нарушения аварии из-за усыревания оборудования, да, из-за морального физического износа. Есть человеческий фактор, то есть здесь не только в электростевом комплексе, но и в коммунальном комплексе за этот период отопительного сезона были несколько аварий в связи с наездом автотранспорта на коммунальную инфраструктуру, да, которые давали перебои в теплоснабжение, водоснабжение. Но при этом хотелось бы отметить, что аварийные бригады коммунальщиков и энергетиков оперативно реагируют и устраняют оперативно те аварии, которые происходят на местах. И здесь особенно хочется отметить, что в любых технологических нарушениях и авариях самая главная задача правительственной комиссии и штаба энергобезопасности, ну, в первую очередь, конечно, своевременно устранить, быстро, оперативно устранить саму аварию и не допустить размораживания объектов и, значит, установления, так скажем, режимов ЧС, которые привели бы более к серьезным последствиям. Да, бывает, что размораживается несколько объектов, но при этом мы совместно с муниципальными образованиями, со службой спасения, главным управлением МЧС и КЧС районов принимаем все оперативные меры для того, чтобы минимизировать последствия технологических нарушений аварий, которые, к сожалению, происходят в том числе и по человеческому фактору. А климатические условия какую роль играют? Мы же все время говорим, что это визит. Ну, здесь на самом деле у коммунального комплекса и у энергетиков нет такого понимания, как хорошая, плохая или там нормальная зима, да, отопительный сезон. Зима всегда. Зима всегда зима. Да, бывает там продолжительный период низких отрицательных температур, да. Здесь, естественно, все ресурсно-набжающие организации работают в режиме повышенной готовности. И, как я уже сказал, аварийно восстановительные бригады в случае возникновения нештатных ситуаций реагируют моментально. И здесь правительство комиссии и штаб по энергобезопасности республики очень жестко контролируем деятельность ресурсно-набжающих организаций во взаимодействии с муниципальным образованием. Здесь роль муниципальных образований, между прочим, тоже очень немаловажна, потому что они на местах непосредственно знают последствия аварии, да, принимают через свои, допустим, там, те же самые ТСЖ, Тюльбе на муниципальных образованиях, да, какие-то оперативные меры. И оперативно, самое главное, доводят информацию, и мы, соответственно, реагируем на те вещи, которые возникают там непосредственно на местах. Ну, вот, кстати, про роль муниципалитетов. В сентябре, как мы помним, тоже были в Якутске проблемы большие, да, с отключением электричества, и тогда глава города достаточно эмоционально высказался по поводу того, что недостаточно сил и средств у коммунальщиков для восстановления линии, там, несколько дней шли работы, и какие выводы были сделаны? То есть увеличилось ли число аварийных бригад? Ну, вот, смотрите, тоже сентябрьская авария, да, она показательная. Сказать, чтобы там массовые отключения были, еще там, ну, прошло 500 заявок. Это не так много для таких климатических условий, которые были. У нас не всегда бывает, что 30 метров в секунду ветер, так и порывы там произошли. Но, с другой стороны, да, это показало и не только слабые стороны, которые есть у энергетиков, есть и у коммунальщиков, есть и в оперативных бригадах. Ну, и город на эту проблему посмотрел с другой стороны. Мы, когда с городом совместно отрабатывали, мы еще раз провели обследование и убедились о том, что самозахват территории, самостоятельное строительство, вот именно в тех инженерных коридорах, которые должны быть, по правилам там, по градостроительному законодательству, они отсутствуют. Это, конечно, в свою очередь, оттягивало оперативность решения этих задач. И поэтому нам пришлось там буквально на коленке, на ногах принимать решение о том, чтобы линии, которые проходят по огородам, по дачам, через жилые дома, через крыши, пользуясь ситуацией, выносить эти линии вдоль дорог, для того, чтобы мы могли спокойно подъехать, подойти, посмотреть. Я считаю, что даже такая аварийная ситуация, она не прошла бесследно. Свои выводы сделали, город посмотрел по-другому. И уже на сегодняшний момент уже и положительно сыграла та часть, которая на 23-й год сумма финансирования ремонтов только по городу, она практически в 1,7 раз увеличена. И если там когда-то были проблемы у нас с оформлением земельных участков под инженерные сооружения, сейчас уже непосредственно администрация по-другому смотрит на эти вещи, прислушивается к нашему мнению и буквально там, я думаю, что в будущем как можно меньше проблем будет. Сейчас мы приверемся на короткую рекламу и буквально через несколько минут вернемся в студию к обсуждению нашей темы. Это программа Якутия Лайф. Мы продолжаем обсуждение работы коммунальных служб в нашей республике. Начали мы с того, что была очень холодная зима, аномально низкие температуры и вот как теплосети, вообще насколько готовы они были к этому? Естественно, мы ежегодно готовимся к отопительному зимнему периоду. Естественно, мы готовим не только оборудование, не только котельные, но и в том числе сети. Несмотря на то, какая будет зима, мы готовим сети так качественно, чтобы у нас не возникало никаких аварийных ситуаций. Только что мы говорили о сетях энергоснабжения. У нас в коммунальном комплексе тоже есть определенный бич. Это бесхозяйные сети теплоснабжения. И, к сожалению, городской круг города Якутск, он их выявляет постоянно. Это связано с тем, что когда-то застройщики, построив эти сети, они отказываются от них. И сейчас они находятся в ненадлежащем состоянии. В соответствии с действующим законом нам эти сети передают. Нам это, я имею в виду, ресурсно-снабжающим организациям. И нам приходится их очень быстро и качественно подготовить к зиме. А бывает, что такие сети передаются даже во время отопительного сезона. И нам, вот, к примеру, как сеть в Мархе, которую нам передали буквально в конце декабря месяца. От нее это была частная сеть. Ее ранее обслуживали сами собственники жилых домов. Но они от нее отказались. Ее передали в теплоэнергию как бесхозяйную. И вот мы ее подремонтировали и в настоящий момент восстанавливаем. Фактически мы строим новую сеть для того, чтобы эти дома обеспечить теплом. А как вообще появляются эти бесхозяйные сети? Откуда может взяться, я понимаю, бесхозяйная собака может появиться. А вот бесхозяйная сеть, она откуда вообще берется? Если на примере вот этих домов в Мархе, в свое время несколько собственников, там 5 или 6 собственников, они решили самостоятельно подключиться к тепловым сетям. Это еще, наверное, в середине 2000-х годов. Они самостоятельно построили эту сеть, подключились к тепловым сетям, ну и эксплуатировали эту сеть. Она пришла в негодность, они поняли, что требуется ее замена, и решили от нее просто избавиться. Нет, они подключились к сетям, по разрешению же им дали, или они просто взяли, врезали, используются? Ранее действовало несколько иное законодательство. Это сейчас мы обязаны сами строить эти тепловые сети за счет платы за технологическое присоединение, и уже сети являются собственностью ресурсно-набжающей организации. Ранее было по-другому, то есть выдавалось только лишь разрешение в виде технических условий, и частная компания, либо частные лица самостоятельно строили такие сети. То есть, грубо говоря, там дачный кооператив, они могли скинуться и подключиться? Да, в электрических сетях то же самое. Смотрите, есть магистральная сеть электрическая, выдается земельный участок на строительство жилого дома, многоквартирного, индивидуального, и к существующей уже электрической сети подключается жилой дом вместе со строительством сети, вот как было раньше. То есть часть тепловой сети, часть электрической сети для энергоснабжения этого дома строит. Строит непосредственно подрядная организация, строитель. Он построил, он это ввел, он это сдал, и настал момент, когда надо передавать в управляющую компанию. Управляющая компания приходит и говорит, да, вот этот участок сети, он требует денег, затрат. Он говорит, вот я буду управлять домовладением, а вот эта часть, она не входит в домовладение, поэтому я не буду управлять этой сетью. И просто-напросто его фактически не обслуживает, и считает, что вот эта сеть, она вот не ничейная. И доводит до очень плохого состояния. И доводит до такого состояния, что оно уже, мы вынуждены так же, вот как коллеги принимают решение, и за счет собственных средств восстанавливают, потому что абонент на конце данной сети, он наш, и договор наш. И подключается, что он подключен на посредственно присоединенная сеть через сеть, в которой не установлен хозяин. Это проблема большая. Это системная проблема, насколько я понимаю, да? Как-то ее нужно на уровне... Здесь, Ирина, нужно пояснить еще следующее. Мы, как правительство, сейчас очень большую работу проводим по консолидации энергетических активов, которые находятся на территории Республики Сахай-Якутия. Более двух тысяч объектов, бесхозяйных объектов, или где хозяевами является правительство, лица Министерства имущественных и земельных отношений. Это в основном, конечно, линии электропередач, такие, как 0,4 в Саилыках, в некоторых сельхозкооперативах, предприятиях, которые функционировали в середине 20 века, в конце 20 века. И, конечно, они пришли в негодное состояние. И, как коллеги пояснили, до момента первого, так скажем, звонка по авариям, технологическим нарушениям, которые приводят к каким-то определенным экономическим и социальным последствиям, вот тогда уже начинают обращаться, собственно говоря, и потребители, и главы муниципальных образований, на чьих территориях находятся вот эти бесхозяйные сети, да. И вот тогда начинается работа. Как определяются бесхозяйные сети? Подается в суд, так? В течение года суд определяет хозяина, ищет хозяина. Если в течение года хозяин не определяется, выходит решение суда, что это бесхозяйный объект. И он ставится на учет муниципального образования. И потом уже, значит, передается или управляющим компаниям, или ресурсно-набжающим организациям, хозсубъектам. Вот таким образом, на текущий момент по электростевому хозяйству, значит, у нас более 2000 объектов, линии электропередач разного класса напряжения, от 0,4 до 220 кВт, с серьезными подсанкционными оборудованиями, маленькими ТПшками, которые нужно приводить в порядок. В этой связи мы сейчас завершаем работу. В текущем году должны консолидировать энергетические активы в уставный капитал компании «Якутская энергия», чтобы специализированная организация в лице компании «Якутская энергия» уже в рамках тех тарифных решений, которые они будут получать, и через ремонтные инвестиционные программы приводили в соответствие вот эти электростевые хозяйства и обеспечивали надежным, бесперебойным и качественным электроснабжением. А эта работа, я так понимаю, она за очень долгий период займет, да? Ну, вы понимаете, что бесхозяйные сети, определение бесхозяйные сети, это бесконечный процесс. То есть это вот на текущий момент мы раз определили бесхозяйные сети и передали ресурсоснабжающим организациям. К сожалению, бесхозяйные сети определяются там какими-то определенными количествами по решению суда, выявляются в ходе ревизии этих инженерных коммуникаций, да, или там объектов водоснабжения, теплоснабжения. То есть они будут постоянно возникать новые? Да, постоянно будут возникать, и эта работа на постоянной основе проводится как со стороны муниципальных образований, городских округов, Министерства имущественных и земельных отношений, со стороны ресурсоснабжающих организаций. Потому что все мы понимаем, что если не приводить в соответствие нормальное техническое состояние инженерные сети, то о качестве и бесперебойности энерго, тепла и водоснабжения говорить сложно. То есть эта работа на постоянной основе проводится в муниципальных образованиях и на правительственном республике. То есть, я же правильно понимаю, перед началом натопительного сезона все равно все проверяется, выдаются паспорта готовности, но все равно потом какие-то аварии, это главным образом из-за таких случаев? Они не связаны с готовностью, мы все подходим качественно к подготовке к зиме. Нас оценивает не только муниципалитет, не только муниципальное образование, не только Министерство ЖКХ, но и главный контрольный орган, это Ростехнадзор. То есть фактически мы готовы к зиме, но вот эти технологические нарушения, они в основном, если говорить про теплоэнергию, у нас в основном связаны больше либо с износом оборудования, потому что на момент, например, запуска оборудования, оно было исправно, и мы понимали, что оно будет работать, но в какой-то момент произошла поломка, такое может быть. Ну и второй фактор, это, конечно же, человеческий фактор. Когда вот буквально в пятницу гражданин пошел и по своей улице закрыл несколько задвижек. Чуть-чуть было, не довели до аварии. В смысле, просто так? Просто, да, закрыл задвижки. А разве не должны быть эти задвижки где-то, ну, вне доступа, чтобы не мог просто гражданину в голову прийти там и задвинуть? Ну, как раз-таки к ним должен быть доступ, потому что в случае аварийной ситуации их должны перекрытие, доступ должен быть обеспечен. Ну, я не знаю, почему, что было в голове у этого человека, когда он начал делать такие непонятные вещи. Ну, это, конечно, единичные случаи. Но, тем не менее, да, но это просто как пример. Да, потому что мы буквально обсуждали вопросы, когда у нас автомобильный транспорт совершает ДТП с нашими опорами. В этом году, слава богу, нам удалось этого избежать, не было. Но в прошлом отопительном сезоне, прямо в начале отопительного сезона манипулятор с неубранной стрелой выехал на трассу и просто снес компенсатор с системы теплоснабжения. Ну, то есть, бывают такие случаи. А их потом, кстати, составляют как-то это все? Конечно же, да. Они не только привлекаются к административной ответственности, но и в том числе... Чтобы добавить в части паспортов готовности вопрос, был все-таки паспорт готовности, он выдается муниципальному образованию, а не только ресурсоснабжающей организации. Это, значит, и подготовка социальных объектов, жилых домов, да. Вот у нас, наше предприятие, оно, значит, обеспечивает теплоснабжение 26 районах. Основное, вот, 12 районах северных, где много пустующих квартир. Вот, то есть, одна из причин тоже у нас есть, где, значит, пустующих квартирах, пустующих зданиях, где проходит, у нас, значит, проводка, тоже лопаются трубы, где никто их не обслуживает, не занимается. Вот, ну, а если так, вот, по нашему предприятию анализ делать прохождение топительного сезона, то по причинам, конечно, вот, выявили наезд автомобилей. В прошлом году у нас динамика меньше была, 3 наезда было, в этом году 6 наездов было. То есть, вот, говорили, связано ли, допустим, прохождение с климатическими условиями. Может, напрямую с нами-то оно не связано, но вот с теми же водителями, где и туманы большие, может, ну, по каким причинам, непонятно. Но, вот, факт есть в том, то, что вот аварийная ситуация создается. Благо, значит, на местах у нас и страховые запасы материалов есть, и аварийные бригады все, значит, на чеку, в пиковые морозы у нас предприятие переходит в режим повышенной готовности, поэтому и объезды объектов круглосуточно делают. Поэтому здесь, конечно, вот, самые морозы предприятия, ну, на самом, как говорится, таком моменте. Ну, вот, кстати, про пустующие квартиры, это, я так понимаю, где дом был когда-то заселен, половина жителей уехала, особенно на севере, да, вот такое бывает. Кто-то приходит, гуляет, значит, ну, не утеплены, окна где-то разбиты, таких фактов предостаточно. Ну, в Якутске они тоже есть, тоже есть, это, есть такие случаи в микрорайоне Марха, где просто пустуют квартиры, люди выехали на ПМЖ в другой регион, квартиры пустуют, очень часто в эти квартиры проникают третьи лица, ну, и бывают аварийные ситуации, очень часто. Потому что разбитое окно, оно может привести к аварии. Самое главное то, что вот, правильно, Вячеслав Павлович сказал, коллеги говорят, то, что надо оперативно ликвидировать, потому что, ну, надо понимать, что коммунальное хозяйство, как энергетическое хозяйство, износ очень высокий. Поэтому здесь в первую очередь подготовленность надо быть, все равно, да, потому что зима у нас не короткая, 9 месяцев зимы, вот на северах у нас и в Тиксии практически круглый год идет отопительность, здесь, конечно, самим нужно быть готовы. Мы понимаем то, что, значит, и в энергетике у нас отключение аварийное есть, поэтому на всех наших объектах жизнеобеспечения, это приоритетно котельные, водочистные, насосные станции, у нас везде стоят резервные источники питания. То есть и энергетикам спокойно, и они спокойно восстанавливают свои сети, и мы тоже спокойны, жители спокойны, котельные все у нас работают. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и вернемся к обсуждению нашей темы, не переключайтесь. Ну что ж, это программа «Якотия.Лайф». Мы продолжаем обсуждать работу коммунальных служб, и я сейчас хочу немножко поговорить о перспективе, потому что порядка миллиарда рублей с федерального и республиканского бюджетов выделяются на программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Вот что это означает, куда пойдут эти деньги, сколько районов она затронет, и хватит ли этого на всю республику? Ну, безусловно, модернизация коммунальной энергетической инфраструктуры является архиважной задачей. Здесь бы хотелось отметить, что за последние три года мы через фонд содействия и реформирования ЖКХАУ, он сейчас называется «Фонд развития территорий», и через Минстроя России получили на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры более 2 миллиардов рублей. То есть это значительный вклад в развитие коммунальной инфраструктуры, и, как вы правильно отметили, мы буквально в январе месяце утвердили нашу региональную программу модернизации коммунальной инфраструктуры, которая в первую очередь затрагивает 16 муниципальных образований, и это как раз инженерные сети. То есть мы в рамках инвестиционных программ и в рамках взаимодействия с Федеральным Центром строим объекты тепловой генерации, водоснабжения, водоотведения, а на сети таких больших, так скажем, федеральных и региональных программ не было. И вот как раз в этом году и в следующем, в 2024 году, республика получит через Фонд развития территории более 700 миллионов рублей, в целом программа объема финансирования более миллиарда рублей. На сколько лет она рассчитана? Она рассчитана на два года. Вообще региональная программа на пять лет, но объемы финансирования сейчас определены пока на два года. Остальные же средства, это как раз средства инвестиционной программы нашего основного ресурсника, ГУПа ЖКХ. Сейчас Виталий Семенович более детально, наверное. Ну вот правильно Вячеслав Павлович сказал, достаточно успешно мы защитили эту федеральную программу. В этом году и в последующем году общей суммой у нас предусмотрено 761 миллион рублей и оставшаяся сумма в размере 240 миллионов рублей. Собственные средства предприятия мы со финансированием делаем. Предполагает замену и ремонт 92 километров сетей в 16 районах, в 33 населенных пунктах. А какие это районы? Это в основном центральные или это Арктика? Нет, центральные. Значит, из арктических у нас Аннабарский, Булунский, Верхоянский, Венобетантайский. Ну и в основном программа краткосрочная, поэтому у нас вошли Амгинская, Вилюйская группа улусов, Нюрбинский улус, ну центральная и Заречная группа улусов вошла. Вот где основная масса у нас котельных и инженерных сетей. То есть там, где большое количество этих сетей просто, да? Да, и в шоке износ, да. Поэтому предположительно будем делать и ремонт сетей там. Сейчас мы проходим дефектовку, сметную стоимость, проходим экспертизу. А это ремонт или это полная замена сетей? Это, по сути, реконструкция. То есть можно сказать, что это будут новые сети, да? То есть здесь... Ну, участками меняются, большими участками такие условия тоже подприятия не по метру менять, понятно, вот. А достаточно серьезные такие объемы. Здесь еще нужно понимать, что в рамках тех тарифных решений, которые доводятся регулятором до ресурсоснабжающих организаций, недостаточно средств через ремонтную или инвестиционную программу полностью это реконструировать или построить новые сети, да? В этой связи, конечно, вот эта региональная программа с мерой поддержки из федерального центра нам очень сильно поможет в модернизации, ну и в конечном итоге, естественно, повышение качества, надежности, бесперебойности теплоснабжения, водоснабжения наших потребителей. Когда есть возможность участвовать в федеральных программах, конечно, мы везде участвуем. И вот практически в чистой воде федеральная программа по строительству водоочистых станций тоже мы предприятие, кто из первых, начало участвовать. В прошлом году в селе Барагонце построили такой энергоэффективный объект. Объект, у нас две, значит, нефтяные котельные были на дорогостоящем топливе, да? И мы вот построили одну котельную взамен этих двух на местном Харбаласском угле. То есть мы по году уже экономим 80 миллионов рублей. Ну а так, если по сетям говорить, то мы плановую эту работу проводим. У нас есть ремонтная программа, вот ежегодно мы порядка 70 километров в нашем предприятии меняем. А вообще, насколько вот эта вот проблема износа сетей, она актуальна стоит? Ну, естественно, значит, если говорить про электрические сети, более 23 тысяч километров электрических сетей, это большая половина земного шара, если вот так прямой притянуть по экватору, да? Разного класса напряжения. И, как я уже говорил, есть бесхозяйные сети, которые нужно приводить в соответствие у предприятия собственных средств в рамках, ну, тех же тарифных решений, единоразово выполнить капитальный ремонт, реконструкцию всех сетей не представляется возможным. И вот такие меры поддержки со стороны федерального центра и регионального правительства, да, она, значит, является, так скажем, очень большой поддержкой для того, чтобы привести их в соответствие, в нормальное техническое соответствие. Вот у Якутско-Анерго, Игорь Васильевич, сейчас дополнить, есть комплексная программа повышения надежностной электросевого комплекса. Пожалуйста, Игорь. Я бы хотел, Вячеслав Павлович, поддержать, да, к сожалению, нам не удается, но мы не рассматриваем эти варианты, там, через федеральную программу, но у нас есть другой рычаг, вот, благодаря совместным усилиям с МинжКХ, мы разрабатывали комплексную программу повышения надежности электросетевого комплекса. Это финансирование будет идти чисто из заемных средств Росгидро, нашей материнской компании. У нас есть договоренность, до 2030 года нас профинансируют на 44 миллиарда рублей. Но повышение надежности, это что подразумевается? Это новое строительство. Это реконструкция в основном, в основном замена устаревшего оборудования, то, что пришло уже в негодность, обновление фондов, которые мы получим от правительства. Их же тоже надо за счет какого-то источника. За счет амортизации, у нас же единственный источник это амортизация, то есть это тариф населения, через который мы всецело не сможем обновить наши ресурсы. Поэтому мы пошли на такую программу. Росгидро нас поддержала. И мы уже до 2026 года получим первые 14 миллиардов. В связи с тем, что мы компания большая и присутствуем во всех городах республики, поэтому основное мы делаем на изношенность сетей. Ну, соответственно, город Якутск Мирный, есть там большая доля проблемы. Плюс район Вилюйская группа Улусов, ну и Заречный район, куда будут направлены основные средства. Это будет направлено на повышение эффективности работы энергокомпании, на повышение надежности обязательно, на строительство резервных источников питания. К сожалению, мы такой регион, что без резервных источников питания нам еще не обойтись. С энергосетями более-менее понятно, но представляю себе, что означает замена сетей. А вот если модернизация сетей тепловых, допустим, то есть трубы будут меняться, грубо говоря, вместе с опорами. А котельные, ну вот если это на севере, например, там же котельные, например, отоплюются в углевом, я же правильно понимаю? Нет, ну на сегодняшний день есть инструменты у каждого предприятия, инвестиционная программа. Вот, поэтому в рамках... То есть котельные будут за счет другой программы тоже... За счет в рамках инвестиционной программы строится эта системная работа. Уже на протяжении 10 лет предприятия реализовывают ее достаточно успешно. Вот в этом году у нас заканчивается цикл еще одной инвестиционной программы. И по итогам мы 69 новых котельных построили, более 400 километров новых сетей. И около 6000 новых потребителей подключили, то есть с учетом закрытия старых котельных. Вот, и также в рамках этой же инвестиционной программы есть у нас такое энергоэффективное мероприятие, вот, переводы котельных на более дешевые виды топлива. Это на газ переходим, значит, с нефти, и с нефти на уголь переходим, который дает экономический эффект. Вот еще, когда мы до этого говорили, вы затронули проблему, значит, таких покинутых квартир, да, из-за которых. И я вот, у меня такой вопрос возник, а наверняка же эти люди, которые уезжают, они же еще и, вряд ли, они заплатили вперед и уехали из республики, да? Это, кстати, является, да. То есть, насколько вот, если это, насколько проблема остро стоит с неплательщиками? Это очень, так скажем, проблемный, большой проблемный вопрос, да, на текущий момент задолженность потребителей перед предприятиями коммунального комплекса энергетики составляет, к сожалению, более 6 миллиардов рублей. Это колоссальная сумма, с учетом этой задолженности мы, в принципе, могли бы, условно говоря, переломить ситуацию по, в том числе, и аварийности, да, то есть... То есть, этих денег хватило бы... Ну, не то, чтобы прямо сейчас хватило бы, да, просто если бы была своевременная оплата за потребленные коммунальные ресурсы, значит, проблем бы было меньше. Это однозначно, это однозначно. Ну, и ведь сейчас, я так понимаю, каждый житель ведь может оплачивать напрямую ресурсы управляющей компанией, да, у вас же новость, там, вот эта середина система. Да, мы в этом году ввели, в 22-м году, вернее, ввели в работу сервис объединенный платежный документ, это через портал госуслуги Еякутия можно будет зайти и оплатить за потребленные коммунальные ресурсы. То есть, пока это работает у нас только в городе Якутске, а в этом году мы должны, соответственно, тиражировать в крупные города. Это топот уже распространяет на республику. Да, Мирный, Нейронгри, Алдана, Лёг, Минский и так далее, в нескольких муниципальных образованиях. Ну и, соответственно, с учетом эффективности работы данного сервиса, мы будем тиражировать это все на территории, на всей территории Республики Сахай-Якутия. Очень удобный сервис, то есть, люди могут зайти и посмотреть, кому, за что и сколько должны. И выбирают, что оплачивать, когда оплачивать и, самое главное, сколько оплачивать за потребленные коммунальные ресурсы. То есть, это очень удобно. Ну что ж, на этой ноте предлагаю закончить. У нас время подходит к концу. Это была программа Якутия Live. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19.15. Расскажем, чем живет Якутия.